Всем привет! В Самарканде вовсю идет чемпионат мира по-быстрым. Сегодня, завтра еще будет часть туров. После завтра стартует чемпионат мира по-блицу. Но первая сенсация произошла уже в первом туре. В первом туре встретились действующий олимпийский чемпион в составе сборной Узбекистана Шамсидин Вахидов. Он играл белыми против действующего чемпиона мира до 8 лет, двукратного чемпиона России до 8 лет Романа Шакджеева. Роман в детских шахматах показывает феноменальные результаты. И здесь на чемпионате мира по-быстрым показывает, что не зря его включили в этот турнир. Надо сказать, что 2550 официальная отсечка по рейтингу в мужском турнире. У Романа 2042. У Джохангира Вахидова 2527. Ну это, видимо, по быстрым шахматам рейтинг. И ясно, что у Романа ни в одной категории пока что 2550 еще быть не может. Тем не менее, это очень скоро будет поправлено. Роман растет какими-то семимильными шагами. С4, С6. Да, разыграл черными славянскую защиту. Давайте-ка мы посмотрим. Будем смотреть эту партию со стороны черных. В разменном варианте Джохангир, как более опытный шахматист, решил, что сумеет переиграть своего молодого противника. И действительно поначалу переиграл. То есть вот эта сложнейшая позиция, в которой у белых очень серьезная инициатива. Брать пешку на А4 опасно. Там можно даже просто отойти король Ж2 с угрозой Ж5. Можно слон Ж3 за крысов. Подвисает пешка на А7. В общем, Роман правильно ее не забрал. Ход Ф5 мне не очень нравится. После Ж5 поле Е5 в позиции черных ослаблено. И белая, ну ФС2, небольшая неточность вроде бы. Лучше было сразу отправить коня на Ц5. Тем не менее, после коня 5, Б3, у черных позиция не сахар. Опорных полей для лошадок нет. Был интересный ход. Конь Е4, шах. С целью... Ну, если белая возьмутся... Бить конем не могут. Конь связан. Но если белая бьют слоном, то после ФЕ слон Д7 активизируется. Потом через Е8. И у белого короля... В общем, над белым королем начинают сгущаться тучи. Рома сначала сыграл слон Е8. Потом захватил пространство на ферзьевом фланге и ослабил поле Ц5. И Жахенгир, видимо, решил, что выиграет совсем без труда. Ход слон Ж3 немножко неаккуратный. В ответ на слон Ж3 конь Е4 Рома нанес уверенно. После слон бьет Е4 ФЕ. Выясняется, что белого короля не так просто защищать. Но ход слон Д7 немножко неточный. Ну, понятно, что сделать ход слон Д6 намного сложнее, оставляя... Оставляя... Под боем пешку Е6, которую нельзя брать из-за того, что висит пешка на Ф3. Вот. Слон Д7, ФЕ, король Ж2. И здесь Рома решил, что у него уже все прекрасно. И сыграл Е5. Вместо Е5, конечно, спокойный ход слон Д6. Сохранял за ним перевес, так как белое не могут бить на Е4. Насколько я понимаю, из-за взятия на Ф4 с дальнейшим слон С6. То есть слон Д6. И если конь бьет Е4, если я правильно понимаю, мы просто бьем. И начинаем ввязать все по белому поле. Сейчас еще ферз на Д5 готов выскочить. А после Е5 выяснилось, что Жахангир неспроста выбрал разменный вариант. И еще одно неаккуратное движение ферз на Д7. И позиция белок становится совершенно выигранной. Тем не менее, стоит отдать должное... Ну, король Н2, небольшая неточность. Оценка позиции, как выигранной у белок. Не меняется. Слон Ф3 напали на Н1, Е6. Белые получили мощнейшую проходную пешку. Но стоит отдать должное Роману. Он не опускает руки. Слон Д6. Движок говорит, что здесь вообще минус 5,5, минус 6 и так далее. Пешка Е должна пройти в ферзи. Но тактические шансы Роман изобретательно ищет. ФЖ. Но сейчас белым надо было просто взять АЖ. Ход КД5 от них никуда не денется. А они поторопились ходом КД5. И после ФЖ7 следует уже искать точные ходы белых. Движок показывает совершенно удивительный ход КНФ6, как единственный. И настаивает на том, что перевес все еще у белых. Вместо этого последовала вторая ошибка. Ошибки по одиночке не ходят. Слон Ф2. И после ЖЖ. Позиция Романа выигранная. Но здесь, конечно, цветнот. Вы видите, что 17 секунд у черных. 21 у белых. То есть идут качели. И белые ошибаются еще раз. КНФ4. Это зевок мата. Рома находит ход ФБ2. И видит, что может сделать ничью. Белые ошибаются. КНХ3 еще раз. Вместо КНХ3 ход КЕ2. Но тоже фантастический. Взять и подставить коня под бой. КНЕ2. Ферзь бьет Е2. КНЖ1. Это ничья. Говорит движок. Или не ничья. КНЕ2. Говорит, надо было ходить. Ну-ка давайте глянем, что бы тут было. Не, ну в ничью мы не верим. Рома бы здесь справился. Но КНХ3 ведет к тому, что черный ходом ФЕ1 матует. Ну в общем, повторили еще раз. И Рома нашел ФЕ1. Движок говорит, что мат в 9 ходов. Рома справился быстрее. Ферзь на Д6 расположен очень красиво. Пешка Е6 очень опасна. Но ни пешка вперед не идет, ни ферзь не может поставить ни единого шаха. И Роман поставил вот такой вот симпатичный мат. Если король пойдет на Ф4, то последует ФЕ4 мат. А на КНХ3 мат слону. Ну что сказать. Если мы посмотрим на ЧЕС Резалтс, то увидим, что Роман... Нет, здесь, к сожалению, не показывает. В следующем туре сделал ничью с опытнейшим гроссмейстером Алексеем Сергеевичем Дреевым. И отнял очки у еще одного опытного гроссмейстера из Азербайджана. Гадира Гусейнова. Пол очка еще отнял. Ну, впрочем, две партии проиграл. Идет 2 из 5 после первого дня. Совершенно великолепный результат. Желаем ему успеха и дальше. Все. Всем спасибо.